Уважаемые участники, наконец-то можно начать. В этом году осень у нас красивая была. Мы решили это сегодняшнее мероприятие провести подальше от города, потому что мы все в городе уже были, мы знаем, что там и творится. И здесь поспокойней, потише. И здесь осень получше ощущается. Видимо, последние деньки. Меня зовут Назар Викторович Окубаев. Я являюсь заместителем руководителя данного проекта. Проект, как вы уже видели, наверное, везде описание, наши баннеры. Вообще у нас длинное название, но мы укоротили, постарались взять саму суть. Открытые сообщества, открытые сами. Сам проект у нас длится два года, финансируется Европейским Союзом. У всех у вас есть краткое описание. Вы профессиональные журналисты. В принципе, уже прочли и пресс-релиз, и видели наши папки. Мы постарались наши раздаточные материалы сделать наиболее информативными. Более подробную информацию вы можете увидеть на обратной стороне папки. Это наш веб-сайт и страница в Фейсбуке, которая, кстати, в будущем, вернее, в будущем очень будет полезной. И как ваш ресурс информации о проекте, и как рабочий инструмент. Проект реализует консорциум из нескольких организаций. Основной заявитель – это институт Густава Штрезмана. Я представляю этот институт. Находимся мы в Германии. Вот он, кстати, красивый. Сюда встал лучше. Бонн – это бывшая столица Германии. Институт сам... Сам этот старый институт занимается международной политикой, занимается международными отношениями. Он руководитель этого института и основатель Густав Штрезмана. Он принимал участие в самой организации Европейского Союза. Принимал активное участие в написании концепции. И он тоже стоял у истоков. Проводится большое количество мероприятий внутри этого института для студентов со всего мира. Говорят, студенты – это не 20-летние ребята, а это уже профессиональные молодые ученые, политики по всей Европе, которые приезжают и получают великолепное образование, вернее, курсы. Мы уже порядка пяти проектов реализовали на территории Центральной Азии, в том числе два проекта на территории Крыстана. Веб-сайты, я думаю, они сами за себя говорят. На обратной стороне, опять же, папки, вы можете это все увидеть. Так же наш заявитель – это общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых». Профессиональная организация, профессиональная неправительственная организация. Название было дано изначально, когда организация работала с пожилыми. Это была основная задача работы с пожилым усилением. Потом это перевесло работу с мигрантами. И в будущем, развиваясь, организация уже начала работать с малыми, так называемыми малыми общественными советами. Есть у нас ОСГО, это общественные советы при государственных органах. Они находятся в центре, при министерствах. Но есть малые общественные советы. Они находятся уже в регионах. Это люди, которые самоорганизовались, активисты, которые работают и решают проблемы села, региона. Это представители бизнесменов, местного самоуправления, местных аксахалов, людей, которые хотят решить проблемы региона, хотят как-то улучшить свою жизнь. Охватывает всю страну. У РЦП есть 36 малых советов по всей стране. В этом проекте мы их объединили по регионам. Общественный фонд «Поколение 21» – это профессиональная тоже организация, которую представляет Булац Атаркулов. Он сегодня у нас в качестве оператора. Мы, кстати, лайв, мы в эфире. Вещает нас Бишкек, вещает Москва, Брюссель. То есть все, кому надо, нас увидят. И все о нас сегодня, после сегодняшнего семинара, все о нас узнают. Основная цель проекта, я не хотел бы зачитывать, потому что хотел бы суть передать. Мы реализуем вторую фазу этого проекта. Как я уже сказал ранее, мы, первая фаза, мы работали на центральном уровне с ОСГО. Мы поняли, что на самом деле Бишкек получает ограниченную информацию с регионов, профессионально озвученную, профессионально показанную, с журналистами. И мы захотели объединить, мы предложили Европейскому Союзу об объединении журналистов в регионах с так называемыми малыми общественными советами, те, которые знают о проблемах. И хотели, чтобы эта информация уже дошла в правильном виде. Мы захотели подсказать журналистам молодым, как подавать информацию, как работать тем же людям, тем же гражданским, как работать с журналистами, о чем говорить, о чем не говорить. Как вы видите, работаем по всему региону. Кстати, мы провели уже ряд подобных же мероприятий для журналистов в Иссык-Кульской области, в Нарыне, в Таласе. Сегодня у нас мероприятие для Чуйской области, для вас, наши дорогие журналисты. На следующей неделе мы улетаем в Ош, затем в Баткен. И получается, мы охватили всю республику. Затем у нас будут дополнительные шаги. Сначала будет отдельное мероприятие для журналистов, у нас отдельное мероприятие для гражданского общества. Для Чуйской области оно пройдет у нас завтра, тут же, здесь же. Немножко измененная тема. И у нас будет еще и совместное мероприятие. Ну, уже не сказать, чтобы обучение, потому что мы, вы являетесь уже профессионалами. Но некоторые вещи мы хотели бы, чтобы мы проговорили вместе. Собираемся охватить нашим проектом информацию, которую мы даем, порядка 200 тысяч. Как работники неправительственного сектора, мы собираемся работать с уязвыми населениями, с пожилыми, с женщинами, с теми, кто наибольше нуждается в актуальной информации, кто нуждается в том, чтобы о нем сказали, о нем услышали и о нем рассказали. У нас, кроме обучения, у нас большое количество мероприятий. С учетом последних событий, как эпидемиологической ситуации, так и политических событий, мы регулярно расширяем нашу деятельность, как по регионам, так и саму деятельность. Изначально мы провели анализ потребностей, что нам нужно было, с кем мы будем работать, как мы будем работать. Мы наняли профессиональную организацию, которая проводит социологические исследования, которая проехала по всем регионам, провела опросы, может быть, кто-то даже участвовал в этих вопросниках. Сделали исследование. На основании этих исследований мы разработали определенные программы для обучения и для совместной работы и деятельности как журналистов, так и гражданского общества. Я говорю о серии тренингах на основе потребностей. Мы планируем провести дополнительное заседание как журналистами и гражданскими, так и государственным сектором с выездами в регионы. Это все будет транслироваться онлайн. У нас много мероприятий, которые соответствуют духу времени, где мы уходим уже в интернет, мы уже отходим от бумажных видов деятельности, то есть уже не распечатываем много бумаг, все это лайв, на странице, вся информация обновляется. Проводим мероприятия как с омбудсменом, так и, например, с Министерством образования, Министерством здравоохранения. Во время пандемии мы много что озвучили, открывали, раскрывали серьезные вопросы, которые мучило население, но все могли только смотреть, только пользоваться интернетом. Загляните на сайт, вы посмотрите, вы увидите, что мы делаем гораздо больше в интернете, в сети. Во всяком случае, последние полгода, когда мы потеряли весну, почему я начал говорить о осени, потому что мы весну потеряли, мы просидели дома. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы заинтересованы. Наш проект – один из четырех медийных проектов, который финансируется Европейским Союзом. У каждого есть свои задачи, у каждого есть свои обязательства, как перед журналистами, гражданским обществом, так и перед самим Европейским Союзом. Мы постарались собрать лучших из лучших, мы постарались привлечь самых и профессиональных, и высокопоставленных чиновников в этом направлении, в этих вопросах. Хотел бы с удовольствием представить Салтанца Тарно, Сарногоева, которая неизменно является, скажем, одним из топ-менеджеров Министерства культуры и информации и туризма Крымской республики. Вы, наверное, знаете, мы привлекли одного из лучших специалистов в области медиа, Алмаза Исманова, который тоже сегодня проведет, тоже расскажет много, что интересного. Присутствовал на каждом семинаре, на каждом мероприятии, которое проводил Алмаз. Каждый раз что-то новое нахожу, уверен, что и сегодня тоже будет новое. Вот, желаю успеха, желаю вам все получить, все выжать из нашего специалиста сегодня. Игорь. Спасибо. Спасибо большое, Назар. Дорогие коллеги, рада приветствовать вас сегодня от имени Министерства культуры и информации и туризма, от имени департамента. Рада вас всех видеть в добром здравии. Сейчас это действительно актуально в связи с тем, что у нас происходит в стране, и ковид бушует, и вообще политическая обстановка. В первую очередь также хотела поблагодарить международный проект, финансируемый Европейским Союзом, открытые сообщества, открытые СМИ, за организацию на высоком уровне семинаров, тренингов. Назар еще забыл сказать, что мы в Джалабаде успешно провели как раз вот в преддверии различных событий, но по крайней мере успели. Наши тренинги, совместные тренинги имеют такой очень хороший результат, потому что темы очень важные, они очень интересные. Мы также, я бы хотела предложить, чтобы мы можем это проводить в формате дискуссии, чтобы мы это обсуждали. Я надеюсь, все у нас получится. Мы сегодня с собой сможем забрать новый багаж знаний, что-то интересное, узнаем поближе друг друга, познакомимся поближе. Потому что в последнее время, в силу существующих, имеющихся обстоятельств, у нас нет возможности часто встречаться, у нас нет возможности куда-то выезжать онлайн. Век развития высоких технологий это дает, ну, и есть какие-то некие хорошие результаты, но при этом все-таки мы все люди, и важно общение, важно внимание друг к другу. Поэтому я надеюсь, что у нас сегодня будет такой, будет хороший мультипликативный эффект во всех планах нашего сегодняшнего тренинга. Я бы вам тоже хотела пожелать успехов, удачи. Самое главное, берегите себя, не болейте. Очень бы хотелось пожелать, чтобы у нас была стабильность в стране. Эти потрясения ни к чему хорошему не приводят, потому что эта нестабильность действительно, она разрушает, она разрушает морально, она разрушает нашу экономику и вообще отношения международного сообщества к Кыргызстану. Поэтому будем выражать надежду, что все наладится. Продолжение следует... 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 Как правило, мы сократили, я хочу, чтобы вы понимали, те, кто не знает, что значит районная газета. Редакция районной газеты, в редакции было задействовано 8 человек. Из них было 3 творческих и 5 технических и обслуживающих персонал. У нас когда-то была такая ситуация, возникла какая-то конфликтная ситуация в Кочкорской районной газете. И вся редакция, почти что вся редакция приехала к нам в министерство. Тогда Айнур Ванчбековна, Тимир Ванчбековна была заместителем министра. Они зашли к ней в кабинет, и она начала здороваться, знакомиться. Она говорит, здравствуйте, вы кто? Он говорит, я бухгалтер, а вы кто? Я кассир, я охранник, я уборщица. Он сказал, ой, подождите, подождите, а кто пишет, а кто творческий? Я согласна с тем, что мы сами когда-то это делали, потому что когда они перешли в ведение нашего департамента, где-то было больше, где-то было меньше человек. И мы сделали единый штат, и в районных газетах работало по 8 человек. В областных редакциях было 15 человек. Мы сохранили творческий состав каждой редакции. Сейчас коллеги остались, успешно работают. Здесь есть Мелис, здесь есть Аклбек. В такмакской газете Бала Сагнот Тору тоже работают. Мы сохранили творческий состав, мы сократили технический обслуживающий персонал и младший обслуживающий персонал, топ и моб. Тем самым мы еще смогли охватить всю республику. Сейчас, в настоящее время, в каждом районе Кыргызской республики, вы, наверное, все знаете, 40 районов у нас, в каждом районе Кыргызской республики работают наши корреспондентские пункты по 2 человека. Тем самым мы не только охватили всю республику, тем самым мы обеспечиваем конституционное право граждан к доступу к населению. Тем самым мы также обеспечиваем и реализовываем информационную безопасность республики. Потому что у нас, мы все знаем, допустим, есть приграничные районы, допустим, мы ограничимся с Таджикистаном, в Баткенской области, мы все знаем, у нас было всего 3 районные газеты. А сейчас у нас в каждом районе есть корреспонденты. И это действительно дал очень хороший эффект. Это был такой хороший результат. Сейчас очень оперативно, допустим, мы уже вчера видели, да, вот что там было. Это на местах работают наши представители, на местах работают наши корреспонденты, которые раньше такого не было. Сейчас в каждом районе, допустим, или в трудноотдаленных, труднодоступных, отдаленных тоже у нас работают наши корреспондентские пункты. Я когда закончу, я бы хотела, почему я предложила, чтобы это было в дискуссионной форме, я бы хотела предоставить слово, там, Мелис, Акл, кому-нибудь из вас, который расскажет, как сегодня они работают. Возможно, есть какие-то трудности или им стало лучше. Но действительно, на тот момент, когда мы, департамент, просто мы столкнулись с невероятным сопротивлением на местах. Да, у нас были очень пожилого возраста главные редактора, которые по 40 лет они там работали, они не хотели отдавать места у нас. Они не хотели просто действительно еще, особенно те, у которых были свои личные, ну, не личные, а здания на балансе, на нашем балансе, они не хотели. Они очень долго бодались с нами, они очень долго боролись. Мы все ходили в Дюгорку-Кенеш, и там нас просто мазали по стенке, говорили, какого вы имеете право закрывать газеты. Это не просто было желание департамента взять и их закрыть, потому что мы сейчас видим, особенно вот сейчас, наверное, вот когда были выборы, мы все это увидели, что вообще телевидение уже потеряло своего телезрителя, газету потеряли, вот как правило, читатели, в таком объеме, к которому раньше мы привыкли, мы это видели. Сейчас, особенно на выборах, вот разговаривала с телеканалами, даже интернет-издания, сайты, даже они жаловались, они говорили, вся реклама, все деньги ушли в социальные сети, просто вот в никуда. Ну если раньше, при этом, они ведь не являются СМИ, никто из них в социальной сети, у нас нету закона об интернете, или у нас нету закона об информации, как бы, у нас нету точного определения, кто такой блогер, у нас нету точного определения, что такое социальные сети, но при этом все ресурсы, финансовые ресурсы, технические возможности, человеческие ресурсы, все ушло в интернет. Это действительно требование веяния времени. Я согласна с тем, что тот инициированный когда-то закон о манипуляции информацией, он был неправильный, но при этом у нас нету действительно точного определения, что такое интернет. У нас есть только техническая составляющая, что это оптика в волоконной сети проложена, д-д-д-д-д-д-да, вот так. А что такое интернет или социальные сети, или блогеры, ну очень много. У нас это не прописано, у нас действительно нету определения, поэтому, наверное, и возникают вопросы. Вот сейчас никто не может произвести подсчеты, сколько было каждой партии, допустим, потрачено, ну вот точно денег, сколько вообще было потрачено денег на рекламу в выборных процессах, потому что все это ушло в интернет, в социальные сети, но это, так как нету определения, так как это не СМИ, это невозможно произвести подсчеты. Поэтому, наверное, мы должны все-таки двигаться вперед, мы должны действительно двигаться вперед и принять какое-то такое волевое решение, по крайней мере, все это мы должны узаконить. Узаконить. Как только поднимается вопрос о том, что этот, у многих представителей СМИ сразу возникает такое какое-то негативное отношение, говорят, о, там Министерство культуры пытается инициировать какой-то закон. Нет, мы абсолютно не пытаемся инициировать какой-то закон, мы просто хотим, чтобы было четкое определение всех игроков медиарынка, действительно, всех игроков, да, чтобы интернет-сайты, они позиционируют себя как СМИ, но при этом они не имеют свидетельства или регистрации о СМИ. Вот такие вещи, мне кажется, просто они должны быть прописаны. Также я согласна с тем, что на сегодняшний день в Кыргызской республике отсутствует такой объемный концептуальный документ. У нас нету концепции по информационной политике. В рамках встречи вот на Иссыкуле в начале сентября, когда этот, мы, вот, тоже была большая команда, мы работали, и мы пришли к тому, что подняли вопрос и было внесено предложение, что надо разработать и принять концепцию по информационной политике. Возможно, если бы у нас был бы такой концептуальный документ, мы бы смогли, вот, тогда бы уже, наверное, вот так рынок, медиарынок не трясло бы, и уже не возникалось бы у кого-либо желания взять и, там, инициировать закон о манипуляции информации. Если бы у нас был бы концептуальный документ, он же соответствующим планам действий, планам мероприятий, мы бы его реализовывали, и тогда вот у нас не было бы проблем. И вот сейчас с медиарынком мы пришли к тому, что мы поддерживаем это предложение, вот другой проект, медиа-диалог, он готов нас поддержать, чтобы мы смогли разработать и принять концептуальный документ. Вы, наверное, все знаете, допустим, у нас есть концепция по информационной безопасности, но он такой, более такой, он другой, он утвержден постановлением правительства. Я бы хотела предложить, чтобы вот концепцию по информационной политике все-таки мы смогли утверждить указом президента. Когда он будет утвержден указом президента, он тогда уже будет более такой весомый, он будет подразумевать обязательно наличие уже стратегического документа, стратегии или программы, соответственно, план мероприятий. Когда начнется работа, есть уже инициативная группа, мы будем работать открыто, транспарентно. Мы приглашаем вас всех, чтобы вы тоже внесли свои предложения. Вот в рамках той же самой встречи вот это предложение, она как раз зародилась на Иссыкуле. Вы, наверное, все помните, что когда шла гид-компания, вот выборные процессы в один период, медиа-сообщество подписало договор о сотрудничестве, вы, наверное, все помните о сотрудничестве с политическими партиями. Вот этот сам момент, это и говорит о том, что мы развиваемся, медиарынок развивается, идет вперед, и институт свободы слова, он у нас действительно есть, и он настолько открыт, транспарентен и успешно развивается в том плане, что медиарынок, медиа-сообщество может инициировать такой-то документ, и при этом политические партии кто-то искренне хотел действительно поддержать, кто-то просто хотел заработать очки, кто-то знал, что он не пройдет, и они открыто говорили, ну, зато мы подписываем договор. Конечно, вот, к сожалению, ситуация сейчас другая, да, вот, сейчас уже нету этих партий, сейчас эти выборы являются недействительными, вот, ничего нет, но сам вот этот шаг, момент, я считаю, что это является хорошим достижением, достижением того, что медиа-сообщество может инициировать такие документы, и, в принципе, по большому, в большем количестве мы увидели отражение в том, что они искренне готовы были поддержать, будущий парламент был готов поддержать представителей СМИ, и они, вот это подписание этого договора являлось неким гарантом того, что в дальнейшем можно ожидать какие-то поступательные шаги, в дальнейшем можно ожидать от парламента поддержку, и вот такие вещи. В принципе, по реформе, почему это сделано, мы это вот сейчас проводим тренинги, сегодня уже все это создано, медиа-центры созданы, медиа-центры созданы на базе областных телерадиокомпаний, они сейчас имеют юридическое лицо, как медиа-центр, областной государственный медиа-центр, почему было принято решение на базе, допустим, не газеты создать, а на базе телерадиокомпаний, почему это было сделано, потому что в рамках перехода на цифровое телерадиовещание были выделены определенные финансовые средства на закупку оборудования, цифрового оборудования взамен старого аналогового. Чтобы сохранить вот этот технический потенциал, его дальше как-то развивать, мы приняли решение на базе областных телерадиокомпаний создать медиа-центры. Медиа-центры на сегодняшний день созданы, они успешно работают, корреспондентские пункты у нас есть, на сегодняшний день из-за пандемии она чуть-чуть задерживается, но мы надеемся, что скоро у нас будет возможность представить наш сайт, наш сайт называется «Кыргазмедиа», Алмаз, покажите, пожалуйста, у нас где-то есть ссылки, да, или этот «Кыргазмедиа», ну или вы видели, наверное. Семь областных, в каждой области есть семь областных медиа-центров. Создается, разрабатывается и создается сайт «Кыргазмедиа». В данном сайте присутствуют все области, там «Ваткенмедиа», «Таласмедиа», «Чуймедиа», все области там присутствуют. Это мы предполагаем и надеемся, что это тоже будет сильным информационным ресурсом. Сейчас мы ведем работу, аккумулируем всю информацию, которая есть на сайте «Ковид.Кейджи». Мы ее продублируем на сайте «Кыргазмедиа». Почему это было так сделано? Потому что, когда мы проводили анализ в рамках информирования по борьбе с «Ковидом», всем известно, что в регионах, все знают, что есть эта болезнь «Ковид», но никто не пользуется и никто не заходит на сайт «Ковид.Кейджи». Джалабад, там, ну вообще, в любые регионы никто не заходит на сайт «Ковид.Кейджи». Поэтому возникает очень много вопросов, поэтому возникает очень много фейковой информации, дезинформация идет. Вот, поэтому через наш ресурс «Кыргазмедиа» мы дублируем информацию, которая есть на сайте «Ковид.Кейджи». Как раз вот она максимально официальная и всеобъемлющая информация. Газеты. На сегодняшний день областные газеты сохранились с наличием информации районов. Допустим, у нас есть газета «Чуйские известия» в Чуйской области, есть газета «Чуйбаяны». Данные газеты издаются с наличием информации всех районов, которые есть в Чуйской области. Вот. В целом, вот реформа такая. В рамках реформирования мы смогли поднять зарплату на 15%. Это очень мало. Очень много представителей редакции именно газет, они приходили, особенно главные редактора, которые в силу того, что у них уже были расформированы их основные должности, они поднимали вопрос о том, что вот нам снизили зарплату или вообще повышение заработной платы на 15% – это очень мало. Я согласна с этим. Но я хочу, коллеги, чтобы вы понимали, в идеале, здесь же есть представители частных СМИ, мы все понимаем, что СМИ не должно финансироваться из-за республиканского бюджета. Вообще, вот, как только оно начинает, как оно только финансируется, оно является карманным СМИ, и он будет постоянно, НРДАП, ТГНД, и вот это будет, да. Поэтому в идеале реформа, она предполагает, вот, если рассматривать ее поэтапно или вообще в целом, да, это предоставление новых качественных информационных услуг, оперативные однозначно, да, и оно должно быть независимым, оно не должно финансироваться из республиканского бюджета. Он должен быть самостоятельным игроком, он должен быть конкурентноспособным. А тогда, в тот момент, когда его постоянно датируют, постоянно идут дотации, он, оказывается, теряет желание конкурировать, он вообще теряет желание двигаться вперед, потому что он знает, что будет работать, не будет работать, мы финансировать будем. Но при этом вот эти вопросы, да, остаются. Вот, поэтому в идеале, в принципе, мы должны когда-то прийти к тому, чтобы все были независимыми СМИ, и мы не финансировали государственных, не было государственных, и мы не финансировали. Конечно, я понимаю, будет и вопрос о том, что как будет реализовываться государственная информационная политика, но эти вопросы, я думаю, мы можем совместно с рынком, потому что есть законы о СМИ, есть законы о телевидении и радиовещании, есть достаточно документов, в рамках которого мы можем спокойно, смело, успешно взаимодействовать. У вас вопрос? Да, у вас вопрос. Скажи, если это слово Казахстана, Казахстан, они же финансируют, дотация какая-то дается, но, в всяком случае, у них там бесплатно варить офис большой и так далее, то они уже имеют какие-то преимущества. Библиотики, да. Как это будет? Так и будет или не будет? Это как относится? Если все не зависит, но я все не зависит. Они не финансируются, они не финансируются из республиканского бюджета, в том плане, что, по крайней мере, заработная плата не идет из бюджета, не это вот трех у республиканских газет. Единственное, вот есть то, что они занимают, занимая здание управ делами президента, вот так осталось, да. Мы, в идеале, предполагали, предполагали, и мы будем, я надеюсь, мы будем дальше двигаться дальше в этом же направлении, мы предлагаем реформирование не только вот региональных государственных СМИ, мы предлагаем то же самое в отношении республиканских газет. Мы уже поднимали этот вопрос, но сейчас все это поменялось, но имеется в виду руководство страны. И то же самое, у нас есть сайт Кабар, вот, который финансируется из республиканского бюджета, он находится в Вене неуправ делами президента. Вообще, вот, все это надо действительно, наверное, оптимизировать. Надо оптимизировать уже с учетом реалии жизни, уже с учетом, вообще, все, что происходит на рынке, поэтому мы должны идти, двигаться вперед. И эти предложения относительно телеканалов, которые есть в социальном пакете, относительно газет республиканских, вот, то же самое Кабар, мы когда-то вносили свои предложения, чтобы это был единый медиахолдинг, надо вот посокращать, ну, оптимизировать точнее, вот. Мы будем дальше вести работу в этом направлении, но пока я сейчас не готова ответить однозначно, к чему мы придем, потому что вот недавно только, как бы, поменялось руководство, вот, поэтому я сейчас действительно не готова ответить. Если есть вопросы, может быть, если, может, Мелли захочет, может, так и захочет рассказать, как вы сегодня работаете, уже, вот, действительно, на сегодняшний день, может быть, вы сталкиваетесь с какими-то задачами, или вам стало легче, или вам стало хуже, вот. Если хотите, я слово предоставлю вам. Если не хотите, я готова ответить на ваши вопросы. Давайте, давайте. Сколько у нас в стране вообще СМИ, вот есть ли такая цифра, интернет-порталов там зарегистрированных, газет, журналов, сколько финансируется, сколько вообще на самовыживаемых, есть какая-то статистика? Вот один вопрос. Регистрацию СМИ проводит Министерство юстиции. Мы периодически постоянно направляем запрос в Министерство юстиции. Они нам высылают список более тысячи зарегистрированных СМИ. Это что-то такое невероятное. Из них никто, этот список абсолютно не актуализирован. Невозможно понять, кто там из них работает, кто не работает. Вот, государственных СМИ практически, вот, которые у нас есть, это областные наши медиа-центры, государственный телеканал ЛТР, который финансируется из республиканского бюджета. Это единственный государственный телеканал ЛТР из республиканского масштаба. И КТРК. Они напрямую финансируются, они через нас. Через нас финансируются областные телерадиокомпании бывшие, но на сегодняшний день они медиа-центры. Вот, Кыргызстусу, слово Кыргызстан и Иргенто, они являются хозрасчетными газетами. Единственное, то, что вот, в чем помогает им правительство, это предоставлением здания. И КАБАР, КАБАР, видение управ делами президента. Есть еще два телеканала, это как Пирамиды и Пятый канал. Они не финансируются из республиканского бюджета, но при этом находятся в социальном пакете телеканалов. Вы, наверное, все знаете, что такое социальный пакет. Это количество телеканалов, которые предоставляются для бесплатного просмотра для жителей Кыргызстана. Акыл? Микрофон у вас рядом. Юля, вот Акыл. Здравствуйте, Солхан Сатаровна. Я просто... Государственные газеты обязательно должны существовать. Мы это все знаем. Мы сейчас видим на примере распространения информации, насколько негатив идет от частных средств массовой информации. Тех СМИ, которые буквально будоразят мнение общественности. Обычно почему не читают государственные СМИ? Потому что там идет официальная информация. Поэтому она неинтересна. Там нет сплетен, там нет склоков, там нет материалов, кто кого любит, кто на ком зенится. Поэтому вот эта информация должна быть обязательно. Вот медиапространство обязательно государственная роль должна быть, наверное, превыше всего, потому что мы живем в этой республике. Потом насчет реформы Солхан Сатарова. Я считал и считаю, что районные газеты, конечно же, в регионах нужны. Я никогда от этого не отойду, потому что мы до сих пор чувствуем, насколько люди идут, насколько газета... Конечно, вы правы, что газеты не должны финансироваться из госбюджета. Но, по крайней мере, хотя бы заработную плату, так как люди работают на государство, по крайней мере, заработную плату надо сохранить, да, не повисеться, хотя бы сохранить. И вот работа медиа-центров. Это очень хорошая идея. Создание интернет-сайта, газеты, телевидение. Потому что мы уже привыкаем к тому, что мы едем не только в газету, даем материал, мы еще даем газету, материал на телевидении. На сайте. В этом плане, конечно же, усовершенствовалось. Потом, что еще? Газета, вот вы говорите о роли сайтов, социальных сетей. Социальные сети, это на бытовом уровне, я так считаю. Потому что там нет той информации, которую человек хочет почитать утром или вечером. Да, да. Поэтому мы знаем, что государственные газеты постоянно все цифры сверяют с данными высостоящих органов. Спрашивают, уточняют там, сколько процентов, сколько человек, никакой лжи нет. И я думаю, что если государству нужен голос, то государственные должны быть сохранены. Это без никаких. Поэтому если государство хочет, чтобы журналисты работали на государство, то государство придется кормить. Конечно, это и есть информационная, государственная информационная политика. Да, вы правы. Вы еще правы в том, что формат предоставления информации, потом Алмаз в рамках своих тем, он как раз будет говорить об этом. Мы сейчас будем вплотную работать с сотрудниками, которые занимаются сайтом. Потому что вот почему мы не можем представить наш сайт, как из медиа, потому что это, коллеги, это действительно является проблемой. Да, вот этот там губернатор Чуйской области, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, да, и там, ну, он открыл, возможно, какую-то газету, я извиняюсь, ну, допустим, больницу, да, но вот этот, вот этот бесконечный лид, потом он повторяется, потом это, да. Вообще формат предоставления информации мы должны менять, особенно в государственных СМИ. Я понимаю, мы очень сильно привыкли, мы стали такими зашоренными, мы вот все так, раз мы и тюрдой, да, вот этот, как заезд с короболты, как вот начнем, да, и пока до сути дойдешь, ты уже забываешь, ты уже идти и читать не хочется. Все равно мы должны двигаться вперед и пересмотреть, и поработать над тем, особенно вот на сайт-то у нас-то, что есть, как газмедиа, формат предоставления информации, он очень такой неинтересный, непрезентабельный, и люди читают, потому что мы привыкли, вот это еще с тех советских времен, ну, как мягко говоря, хвалить власть, да, вот там, кого-то, это сейчас, можно сказать, кого-то мы пиарим, а вот это местные органы власти, там, макмед, тык-тык-тык, тык-тык анантил, маэл, 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 маэл деген дейче, а негизи, суть, негизи, малмад, в чем был, ошо, оно, без агаделек джеталвать кембез, иногда вот читаешь, да, раэл, гавартыр, бирдемка, бирдемка, а им не иғылганым деледын, дай, тишу муғалаткенсын, да, в конце че, ушенчен, особенно азар бизнес-сайт-тайштоваткан, а был бывшие же сотрудники телерадиокомпании и газет, поэтому мы проводим вот эти тренинги, охуту пашкачау юриду шуискарек, берчатне, не кенчатне, на културайты, тлернигизы должны быть теперь просто уникальными, уникальными, если когда-то Акл захочет уйти от нас, мне кажется, его просто порвут на чат, потому что он действительно, куда им берется, Акл станет уникальным, это будет тот человек, который может писать глубокие аналитические статьи для газеты, он может писать классные, краткие материалы оперативно, мобильно на сайт, и точно так же, если у него будет камера, он может работать, делать видеорепортажи, все такое, работать на то, что он делает для телевидения, для телерадиокомпании, поэтому в идеале наши сотрудники медиа-центров, которые особенно находятся на местах, в районах, они должны быть, и мы очень хотим, чтобы они стали уникальными, которые будут работать во всех, смогут работать и присутствовать на всех ресурсах, и точно так же, вплоть до того, что, я хочу, чтобы вплоть до того, чтобы стали СММщиками, мы все понимаем, да, что вот это и этот ресурс, он тоже, вы его тоже обязаны охватить, и это действительно важно и нужно, тем самым вы можете для себя сами, уже там, отходя от своей зарплаты, вы тоже, это будет возможность зарабатывать денег, поэтому очень хотелось бы, чтобы мы смогли, департамент смог просто наточить. В рамках нашего реформы мы должны были вторым этапом повысить зарплату, мы над этим сейчас работаем, просто мы сейчас понимаем, мы сейчас живем в режиме просто жесточайшей экономии, просто жесточайшей, только вот, только социальные статьи, только заработная плата. Департамент сейчас сидит без заправки картриджей, мы сами скидываемся, у меня с собой уже столько долгов, я заправляю картриджи, мы покупаем сами бумагу, просто вот, сейчас не то, что там, от всех отвернулось, просто действительно, дефицит бюджета невероятный, мы сейчас живем в режиме жесточайшей экономии, только заработная плата, соцфонд, отчисления и все, больше никаких расходов, ни командировочных, абсолютно никаких расходов, ну, я думаю, это временно, я надеюсь, что все наладится, все будет хорошо, мы будем все ровно работать над тем, чтобы увеличить зарплату, потому что там, а также мы должны были провести техническую модернизацию, техническую модернизацию, спасибо, вот, недавно, одна международная организация, закупила ноутбуки для медиа-центров, это монтажные столы, ну, монтажные столы, мы в целях оперативности, мобильности, они предлагали стационарный компьютер, я отказалась, и вот, закупили 7 ноутбуков, ну, чтобы это, вот, монтажные столы, чтобы люди, если выезжают на места, могли там же сразу производить монтаж, очень, это впервые в жизни такое происходит, чтобы международная организация закупала оборудование для государственных СМИ, мы все знаем, международные организации постоянно проводят конкурсы, там, еще что-то, но при этом, чек-кагагат, госсми не может участвовать в конкурсах, ни в одном грантовом проекте, мы это знаем, но впервые в жизни мне удалось это получить, закупили 7 мобильных, ну, с очень хорошими, высокими техническими параметрами, ноутбуки, работа по техническому оснащению ведется со стороны департамента, сейчас, даст бог, и еще другое оборудование мы будем закупать, мы это помним, потому что это важно, если вы не будете технически оснащены, вы не сможете конкурировать, вы не сможете работать, а, соответственно, я и требовать не смогу, мы и требовать не сможем от вас, там, хороший качественный материал, если у вас не будет на чем работать, поэтому основные вот эти задачи остаются для нас важным, техническое оснащение и повышение заработной платы, потому что мы понимаем, сейчас уже инфляция невероятная, что за вот эти деньги просто, просто невозможно не то, что там что-то там делать, а просто выживать, да, но сейчас сама экономика в такой ситуации, но и при этом в связи с высоким, невероятным выпадением бюджета, дефицитом бюджета у нас, вот пока будем находиться в режиме жесточайшей экономии, ну где-то по прогнозам, возможно, после весны, но мне кажется, ну это лично мое мнение, мне кажется, весна будет самая тяжелая, наверное, будет, ну как образно говоря, там, не дай бог, самая голодная весна, наверное, будет, да, вот мы как-то зиму переживем, и когда только-только все начнет подниматься, цвести, там, мне кажется, весна будет самая тяжелая, а так, конечно, будем надеяться, что самое главное, чтобы никто не заболел, чтобы у нас уже не было таких потрясений, вот, есть еще вопросы, есть вопросы, может быть, есть у кого-то комментарии, что-то, кто-то, что-то хочет сказать, мне так кажется, Мелис, что-то хочет сказать, это все представители Чуйского медиа-центра, Мелис Артыков. Здравствуйте, уважаемые участники, я Чуйского областного, Чуйского областного медиа-центра, именно заместитель директора по сайту и газетам, вот Алкан Сатаровна сейчас здесь нам рассказала о проведении, да, реформы, ну, я считаю, да, эта реформа была проведена своевременно, но, как вот коллега Аклбайки сказал, это, проведена вовремя, но чуть-чуть, чуть-чуть, вот, недоработанно, я считаю, чуть-чуть, ну, как вы сказали, сейчас у нас очень остро стоит вопрос об оснащении, очень остро, вот, элементарно у людей нету на чем работать, на компьютерах у нас, мы сейчас стараемся, очень стараемся, как-то выйти из ситуации, это вот начало пути, чего-то грандиозного, большого, чтобы, вот это вот построить, мы вот сейчас стоим у истоков, вот этого большого, грандиозного, такого проекта, и она будет уже, вот, в дальнейшем, если она заработает в полную силу, она будет очень, как вы говорили, вот здесь отметили, очень будет эффективным в плане того, что предоставление информации населению, обществу в целом. спасибо, Мелис, да, вот эти вещи, действительно, самые важные, что есть частные СМИ, это, конечно, желание гражданина самого, насколько это, там, доверять, допустим, информации, но на то и государственные СМИ, которые будут, должно предоставлять максимально правильную, максимально официальную информацию, да, потому что вот во время ковида мы видели, да, люди там и чесноком, хреном, лимоном, чем только не лечилось, сколько было масса дезинформации, фейковой информации, и, да, и люди просто были в растерянности, они не знали, кому верить, гимн гейщенов, гимн дыма алматы, тура, потому что это первый раз в жизни, никто с этим никогда не сталкивался, поэтому, все-таки, что бы там ни было, как бы там ни было, государственные СМИ в первую очередь должны быть нацелены на предоставление официальной информации, вот даже среди нас, вот у нас в общих группах что-то такое, мы сразу же требуем, в прошлый раз, допустим, выложили там, был список врачей, пульмонологов, с кем можно консультироваться, мы начали сразу выяснять, это официальный список, да, мы нашли, там выложили ссылки, потому что, вот сейчас, конечно, по крайней мере, мы, возможно, кто-то этот, но по крайней мере, мы, представители государственных органов, представители государственных СМИ, не имеют права на ошибку, мы не имеем права что-то там такое выдумать или откуда-то, не проверив информацию, дать, дальше ее распространять, вот, в целом, так, если есть еще вопросы или комментарии, давайте, Юля, можно микрофон? Вот, Юля. Спасибо большое. Юлия Хижникова, газета «Мегаполис». У меня вопрос. С чего бы его начать? Смотрите, вот вы сделали реформу, даже повысили зарплату 15%, да, но, как говорил Медведев, хотите денег, идите в бизнес. Да, то есть, есть ли у вас какие-то методы удержать новых специалистов, те, кто вот выпускаются с факультета журналистики, чтобы они захотели работать, например, на тот же сайт и удержать тех специалистов, которых вы уже обучили, вы уже предоставили им возможности для какого-то роста. Это и СММ, как снимать, как писать, как писать для тех-тех-тех ресурсов. Просто любой нормальный человек, увидев зарплату и уровень работы, степень ответственности в данном СМИ и увидев зарплату, например, заведения одной странички в Инстаграме, сопоставив деньги и время, логично выберет ваше издание. Ну, извините, да, это реальность, вы понимаете. Есть ли какие-то методы завлечь и удержать? Ну, кроме денежных, потому что я понимаю, что выше головы тут уже прыгнуть нельзя. Может быть, карт-бланш на дополнительный заработок? ну, я не знаю, как вот. Спасибо, я поняла. Очень трудно найти журналиста, который выпуск, выпускник журналистского факультета, любого вуза. Ему надо, по крайней мере, пять лет, чтобы он начал писать, составлять хотя бы элементарные предложения. Это минимум пять лет надо. А то, что вы видите в Инстаграм, это просто игрушка по сравнению с тем, что читал бы грамотный, такой интеллектуальный человек, чтобы читал, это произведение, да, это произведение искусства, вот это статьи журналистские. Такого уровня нет. Вот то, что в других интернет-сайтах вы можете абсолютно, там никакой аналитики нет. Там просто изложение фактов. И то, если они еще проверены. Вот в этом вся загрузка. да, давайте я дополню, я дополню. Я вот тоже добавлю сразу по ходу. Вот смотрите, по поводу Инстаграма и прочего, я буквально, когда мы ехали сюда, я в машине такую фразу сказала. Меня прям возмущает. Вот действительно, вот хочешь какую-то информацию получить, ну потому что государственные СМИ сейчас неинтересны, вы понимаете. А нам хочется, ну как-то посмотреть, что оппозиция там думает и другие, да, мысли какие-то. Так вот, что происходит. Каждый себя, вот, значит, курик мыслит себя каким-то великим. Вы знаете почему? Ну просто много людей, которых я лично знаю, неплохо к ним отношусь, они стали себя и себя мнить. В каком плане? Мы журналисты. И даже было такое, когда вот эти митинги были, когда мы куда-то они пытались пройти, они спрашивали, а у вас есть удостоверение? И вот одна мадам пишет, у меня удостоверения нет, но я журналист даже лучше, чем журналисты. Потому что эти ваши журналисты, она прям написала, я даже где-то текст скопировала. Они что, они сидят там в этих редакциях, а вот я, я борец, я тут на передовой, и я вообще постоянно веду странички разные и везде комментирую. А что они комментируют? Что хотят, то и пишут. Никакой сути толком нет. Зато они подойдут свои высказывания, потому что они популярные, что они скушали, что они сделали, чем накормили детей и куда сходили, они из-за этого популярности очки, лайки какие-то приобретают, в итоге не подают дело на проекты себя. Получают какие-то проекты, какие-то гранты, и потом с этими проектами, вот я говорила с господином Наумовым, он член Координационного совета по грантам, он говорит, да, вот такие и проходят, потому что у них вот эти вот какие-то рейтинги, которые вообще на самом деле, они какие-то, ну, это эфемерные рейтинги, на самом деле там уровня нет, аналитики нет, а люди, которые аналитики, которые пишут, работают, они там за шкафом, за дверью, вот с этим же надо что-то делать, я просто, я высказываю, мне кажется, мнение всех, абсолютно всех, и надо вообще бороться, эти сети, это не СМИ, а мы, журналисты, остаемся за, вот действительно, гранью. Я согласна с вами, я поэтому, вот сегодня в своем выступлении, я же отметила, да, что, я не говорю про соцсети, даже интернет-издания, Акипресс, агентство, информагентство Акипресс, только тогда, когда вот в выборных процессах они участвовали, и выяснилось, что у них нет регистрации СМИ, они были пойти и вынуждены взять свидетельство о СМИ, но при этом очень много интернет-изданий работают как СМИ, они себя позиционируют как СМИ, как журналисты, но при этом они, у них даже нет регистрации СМИ. Соответственно, представители данного ресурса, это просто, я не знаю, сотрудники этого, но они себя позиционируют. Я почему говорю, тогда давайте мы всех легализуем, мы должны будем прописать, действительно прописать права, порядки, дать определение, дать четкое определение людям, которые ведут свои инстаграм-странички, пусть, допустим, так, допустим, в России, да, вот, в другом мире, да, если у него там большое количество подписчиков, он, соответственно, как бы, он не является представителем СМИ, но, по крайней мере, он уже будет нести ответственность, что он не должен нести, там, дезинформировать, потому что мы все отлично понимаем, допустим, ну, тот же самый НТВ, там, ну, какой-нибудь российский Вести, да, у него, допустим, 60, ну, хорошо, тысяч подписчиков, или тот же самый Галкин, у которого 2 миллиона подписчиков, мы понимаем, что все будут читать Галкина, но при этом закон не позволяет Галкину взять и что-то такое неправильное написать, он за это будет нести ответственность, такие вещи, они должны быть действительно законодательно прописаны, Юля, на ваш вопрос, нет, абсолютно нет никакой системы мотивации, вот я вам скажу, я даже не могу мотивировать своих сотрудников департамента, которые тоже работают как государственные служащие за низкую заработную плату, у нас нету системы, к сожалению, нету системы мотивации, вот действительно, в 14-м году за всю историю до присутствия СМИ мы приняли, инициировали, приняли постановление, когда смогли, по крайней мере, легально, они сейчас, коллеги получают легально гонорары, когда-то этого даже тоже не было, гонорары они не получали, сейчас отдельно постановлением правительства, им выплачиваются гонорары, ну, конечно, вопрос 20-й, насколько он большой, но, по крайней мере, официально, это он на законном уровне, он творческий человек, если он работает, он обязан, мы ему обязаны, он получает гонорары, то, что вы говорите, системы мотивации, честно, никакой нету, у нас это действительно, особенно в регионах, здесь же еще чуй, здесь как бы столица, это здесь еще не так тяжело, во всех регионах есть большая проблема, человека учишь, молодого парня, быть хорошим оператором, мы его круглые сутки учим, мы его точим, в тот момент, когда он максимально наточился, его забирает, говорит, и вы к себе, или тот же самый ЛТР, или, ну, любой другой телеканал, это, это большая проблема, потому что низкая заработная плата, нет никакой системы мотивации, и его просто, просто, напросто перекупают, его действительно, просто перекупает, другой телеканал, другое СМИ его перекупает, в регионах найти хорошего журналиста, пишущего, хорошего оператора, вот, например, в Иссык-Кульской области, генеральный директор не может найти себе хорошего зама, заместителя, директора, если мы не можем в регионе найти заместителя, директора, вы представляете, какая у нас стоит проблема, там, вообще с сотрудниками, почему мы не можем выстрелить с нашим сайтом, презентовать наш сайт, потому что в регионах за такую зарплату работают, никто не пойдет, не работают сайтом, а те, которые приходят, они просто, очень низкий уровень знаний, они практически ничего, и вот, вот с этим потенциалом, нам приходится работать, вот с этим потенциалом, приходится выкатывать информационные продукты, медиапродукты, и вообще двигаться, и вперед вот это делать, да, это просто, это просто бойцы невидимого фронта, которые просто любят свою работу, есть какое-то вот призвание, действительно любовь, только такие, их иначе назвать Юлия никак нельзя, я извиняюсь, он там денег шикарных не получает, никаких привилегий нету, но они настолько ответственные, настолько они действительно любят свою работу, я вот поражаюсь, да, вот, особенно в регионах, да, вот, они еще пытаются творчески развиваться, они пытаются внедрять какие-то проекты, реализовывать проекты, это действительно дорогого стоит, потому что вот поэтому каждый сотрудник, вот, нам очень важен, это действительно, для нас это очень важно, чтобы не потерять, потому что это большая проблема, их постоянно забирает, их просто перекупают другие, этот, вот, парни с Нарына приехали, они здесь дальше, ну, тоже проходили обучение, вот, как раз и операторы были, проходили обучение, это все классно, их тут же забрали, они даже не вернулись, они написали заявление, через такси передали, сказали, давай, до свидания, я здесь остаюсь в Бишкеке, меня пригласили работать, это, это, да, ну, да, мы, да, мы это делаем, мы это говорим, директорам, вот, чтобы, ну, там, три года, да, потому что мы в него вкладываем, должен, вот это, но это действительно проблема, молодые люди приходят, точатся, работают, сейчас масса девочек с Жалобад, они сейчас на пятом канале, допустим, там очень много, это, это действительно проблемы, они молодые, приходят, научились, наточились, их просто перекупили, но это, в принципе, и рынок, И сказать, что это прям большая проблема, это рынок, каждый ищет лучшее место под солнцем, как говорится, каждый хочет знать, где сидит в зоне, поэтому все стремятся, мы это все понимаем, но требуем, очень хотим, нет ресурсов человеческих, нет профессиональных кадров. Почему у нас самая главная задача в рамках проведения реформы у нас было сохранить творческий потенциал, который вот мы смогли, но у нас есть другая проблема в том плане, что в регионах есть главные редактора, которые за 70 лет, и они не хотят уходить, но при этом они не хотят работать согласно новым условиям, они не хотят работать. Они, ну 70 с лишним лет, они не знают почту, компьютер, ну как бы хотят, но мы же понимаем, уже все, потенциала нет, я никак не хочу, ну просто там чуть, нет, коллеги, не обижайтесь, я очень уважаю вас, ну просто у нас действительно есть редактора, которые за 70, и они как бы законом нигде не прописаны, это только государственных служащих, да, определенное время, а потом можно выпнуть, да, а здесь такого нету, поэтому они работают. Знаете, мне жалуются генеральные директоры, говорят, ну вот этот район у меня, ну не тянет, ну не тянет, ну вот вы же знаете, Байкешка сидит, ну никак он, ну что, мы его и выпнуть не можем, он и, вроде бы и пенсию получает неплохую, и все заслуженную, да, и уходить не хочет, и этот, да, а район стоит, у нас район не охвачен информацией, у нас район стоит, это тоже проблема, мы должны это признать, я никого не хочу обидеть, сказать, что там, нет, ну тогда, если те, которые хотят работать, без проблем, но в смысле это тоже, вот такие риски, они у нас существуют. Существуют. Вот. Спасибо большое, если нету вопросов и комментариев, а давайте вас слушаем. Московский район, главный редактор газеты Северская, Анафа, Бакеева, Бумира. Что, какая работа ведется в этом направлении, когда можно ожидать эту концепцию? Вообще, недавно разговаривала с представителями, руководителем проекта «Медиа-диалог», Челпона Гайбаева, я попросила ускорить этот процесс, из-за вот этих всех потрясений у нас чуть-чуть, мы чуть-чуть застопорились, вот. Предполагалось, что вот в сентябре, предполагалось, что мы более-менее какой-то вот скелет, какой-то вот, какой-то скелет этого документа, может быть, к концу года у нас что-то уже будет. Но из-за этого вот мы почти месяц практически не работали, сейчас из-за ковида все международные организации, согласно своему протоколу утвержденному, они все ушли в онлайн, никто не доступен. Но недавно с ней разговаривала и объяснила, что надо ускорить, надо ускорить сейчас, представить нынешнему правительству наше предложение, вот, потому что это важно, это важно. Если у нас будет концептуальный документ, тогда действительно никого вот так трясти не будет, и никто не будет там просыпаться, говорит, а давайте примем закон о манипуляции информации, да, а давайте мы сегодня еще кого-то в угол загоним или что-то такое, да, гендечи. Поэтому, ну, мне кажется, к концу декабря, она вряд ли мы успеем, но буду надеяться, что, может быть, вот в феврале уже что-то будут уже, будут. Знаете, очень важно, что у нас уже есть хорошие наработки, по крайней мере, вот эти, да, вот Светлана была с нами на искуле, обсудили все отрасли, ой, извиняюсь, все направления СМИ, там, начиная и ТВ, и газеты, там, радио, социальные сети, интернет, там, вплоть до журналистской отрасли, вообще все направления обсудили, и у нас уже есть очень хорошие наработки. В принципе, эти наработки, они уже есть, их никто не отменял, и их уже просто надо расширить, уже с учетом того, что оказывается, может быть, срыв в плане того, что выборы могут отмениться, там, еще что-то, такие вещи мы тоже должны прописать. Мы также должны в этом концептуальном документе обязательно прописать безопасность медиа, безопасность медиа в целом, не просто физическая безопасность, да, вот с чем мы сейчас столкнулись, да, вот в прошлый раз с Алмазом тоже обсуждали, есть ли, раньше мы видели, как сразу же все бегут на КТРК и пытаются захватить КТРК. МИСАЛА, да, или там АЗАТЫ когда-то было, там, про западный ТИНДЕ, МНДАЙДЕ, ПАЕВАЕМЕТЫ, да, а в этот раз мы видели, как писали, да, там, спутник говорил, вот, к нам пришли, там, они даже выложили видео, фотографии парней, которые пришли, стучались, да, уже в группу риска попадают все СМИ. Мы видели, вот, как представители Седьмого канала, просто там, почти что муштаж, самочень барыш, да, джетничий канал, девушка, да, вот, поэтому в этих, вот, я не знаю, как говорится, не было бы счастья, да, несчастье помогло, но, допустим, тогда, когда мы обсуждали безопасность, у нас не было, это было какое-то, ну, там, типа, не может быть. А сейчас мы уже обязательно, уже пришли к тому, что обязательно должны будем в своем документе целое, ну, направление, да, посвятить безопасности медиа в целом, не только физической, информационной безопасности, всем, все другое, вот эти вещи, вот, как бы, сейчас еще появились. Наработки есть, они уже, они очень хорошие наработки, очень такие важные, поэтому, я думаю, ну, месяца три, вот, если, вот, от сегодняшнего, или, я не знаю, ну, или сначала, ну, сейчас уже конец, да, вот, с ноября брать, давайте, вот, еще один квартал, попытаемся как-то, вот, максимально, попытаемся, если, если даст Бог, куда им выруса, куда им голосом, он да и чекан, да, изучу, лар, волосо, ковидки, там, барусо, чипы, гаджап, салвасо, ограничение, грики спицы, выруса, я думаю, вот, с первого января, если взять отсчет, потому что тот отсчет, который мы брали, он просто был вагалда, да, таза был вагалда, да? Вопрос, наверное, возникает, почему, потому что не на обсуждении, там, то есть, он сам документ-то есть, он реально, там, как бы, журналисты шкубались, там, и государственники были, ну, как бы, да, и представители, там, несколько, там, и ла-ла-ло, знаете же, да, вот, и представители бизнеса было, то есть, люди разных поколений, да, то есть, мы можем об этом говорить, и была группа, которая, вообще, молодежь, да, они писали, например, люди, которые влияют, да, на ситуацию, там, или на СМИ, они, знаете, кого указывали? Ассоль Молдогматова, там, еще кого-то, ну, то есть, понимаете, как бы, все группы были охвачены, да, такой, мы тоже сначала не поняли, что за такой состав у нас получился, мы очень разные, то есть, были постарше, были медиа-тренеры, мы были еще там, как бы, представители, да, вот, один только байкешка у нас, да, как бы, выступил, что он против, вообще, реформирование средств массовой информации, медиа, да, сферы, вот, но он честно сказал, это было тоже, в общем-то, правильно, никто ни на кого не давил, вот, документ этот есть, вот, и мне кажется, его надо показывать просто людям, видите, вот, люди же не понимают, что это все происходит, а я бы куда-нибудь его выложила, честно говоря, я понимаю, что он сырой, я понимаю, что он сырой, вот, но люди, да, мне кажется, люди должны понять, что, а вдруг у них свои какие-то есть предложения же, правильно же? Это же было бы по-честному, если у нас тысяча, да, зарегистрировано. Просто мы планировали определенные мероприятия, в рамках которых мы должны были представить наш проект и вообще вот эту саму идею. Сейчас я предполагаю, что мы сейчас запланируем, если все будет хорошо, 13 ноября, вы, наверное, знаете, что мы проводим ежегодную партнерскую медиа-конференцию, мы ее планируем на 13 ноября в Бишкейке, приуроченная к ней информация и печати, и мы хотим, в принципе, проект уже поддержал, хотим представить информацию о том, что есть желание разработать, есть наработки, есть уже скелет, концепция по информационной политике. Вот, даст Бог, 13 ноября мы представим эту информацию рынку. Нет, 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 государственная комиссия, я не знаю, она будет создана или нет, на сегодняшний день такой комиссии нет. У нас есть определенное законодательство в разных сферах, и в рамках закона каждый имеет право на все, в рамках имеющегося законодательства. Но вы правы в том, что насколько работают наши законы, я не знаю, я не знаю почему, но в силу определенных каких-то вещей многие законы в полной мере не работают, или отсутствуют какие-то механизмы, или отсутствует еще что-либо, или нет какой-то политической иногда бывает даже воли для реализации чего-то. Но той комиссии нету. Но мне кажется, она на сегодняшний день пока, наверное, не нужна. Пока мы законодательно не определим, не дадим определения, да, вот этим инстаграм-страничкам, да, что это такое, кто такой блогер, да, что такое социальная сеть, пока мы, вообще интернет и все такое, пока мы не дадим четкое определение, обычно юридическое определение, вот такие у нас, вот такие проблемы будут. Что такое фейк, да, кто она дали льдеть? Анагим дали льдеть, что это фейка информация, да. Пока мы вот это все не определим, вот на комиссии не может быть. А в принципе, если уже будет дано юридическое определение, тогда уже, может быть, и комиссия не нужна будет. Уже будет понятно, насколько это фейковая информация, это дезинформация, или это официально правильная информация, все такое, да. А в идеале это очень надо, вот в эту комиссию, ну, мне так кажется, должны входить тогда люди представить не только там представителей государственных органов, или там МВД, допустим, да, там, милиции, а это должны быть психологи, это должны быть теологи, да. Это вот, это очень многое должно быть, должны работать в этой люди, да, в этой команде находятся люди в этой комиссии. Вы же говорите, есть ли она, потому что это очень тяжело определить, какое-то высказывание. Я понимаю, там, когда есть межнациональная, межрегиональная рознь, что-то, какие-то призывы к свержению власти, это уже видно. А что-то, может быть, вроде бы безобидное, но психологически на кого-то она может, башкача, повлиять, да, что он может пойти, извиняюсь, повиситься или еще что-то сделать, да. Вот такие, поэтому в комиссии должны, она должна быть такая разносторонняя, такая всеобъемлемущая комиссия, чтобы там и психологи были, и теологи были, потому что сейчас, хотя есть закон об региональном, ой, извиняюсь, в этом, по религии тоже есть законы, да, об экстремизме и все такое, религиозном экстремизме, но вопрос очень такой емкий, да, если вот комиссия будет, и насколько она должна быть, и кто должен присутствовать, как будет определять, насколько это будет транспарентная работа этой комиссии, не будет ли у кого-то складываться впечатление в идеале, мне кажется, она не должна быть в идеале, да, просто должно быть настолько четкое определение, что уже будет понятно, а когда, если будет комиссия, у людей у нас может сложиться мнение, да, что вот это, что комиссия там, турами с чечем валалкойду. А может это другая должна быть форма? Может быть, да, может быть, поэтому на своем сайте вы не хотите открыть такое, как бы, окошко, портал, да, то есть любой человек, вот если я вижу, что, ну мы же все видим, да, фейк, не фейк, что там нам это, мы подаем, да, подали там статью, показали, а вот здесь вот, вот такая вот это, и люди уже, как бы, с опаской будут, тоже они будут понимать, что его все равно кто-то будет, это, как бы, во всяком случае, кто-то осудит, вот, а как бы МВД захотят они там, как бы, дальше возиться или нет, но то, что показать, на вид поставить, что вот это фейк, ребята, вот, да, ну почему, проект же разбирает, вот, да, вот этот фейк, как он... И постоянно показывает статьи, да, если ты нарушаешь, что тебе за это будет, да? Если ты врешь, да, то есть, то есть я буду, как вот, как читатель, да, или как редактор, я буду уже в следующий раз, почему, как бы, фейк, да, вот, районы, там, мы же все используем какие-то материалы, да, ну, просто прочитываешь и думаешь, правда, неправда, и ты тратишь свое время, да, на то, чтобы перепроверить эту информацию, это же самое главное, да, то есть ты ее пока перепроверишь, откуда она честная, она нечестная, фотография твоя, не твоя, настоящая, не настоящая, да, то есть что такое фейк, это есть международное определение же, то есть тут выдумывать ничего не надо, но вот я почему говорю, что не обязательно какая-то большая, наверное, комиссия, да, мы настолько быстро сейчас живем, у нас, вон, три мэра, да, за один день, там, поэтому, как бы, мы опаздываем, поэтому если вы разместите вот здесь вот такое какое-то это окно, да, то есть должно куда-то уходить, вот у нас и союз журналистов вроде есть, да, а смысл от того, что они есть, то есть что они есть, что нету, то есть не туда я не могу подать на разбор, да, то есть... Есть же еще комиссия по рассмотрению жалоб. Нет, это комиссия же, да, вы хотите комиссию, в смысле определенном прям, чтобы она разбирала, для чего? Могу, дашьте свои кровать, лучше если они наружные, все и другие автоматы, это по-моему другое. Знаете, я еще какой вопрос хочу поднять, вот я бы сейчас думала, ну да, хоть у меня, допустим, уже может время вышло для вопросов. Значит, коллегах, коллег всех, кто главный, другие, вторая опытные журналисты сидят, всех волнует вопрос качества, да, и вы говорили о выпускниках. О выпускниках. В этом году меня пригласили преподавать на кафедре рекламы журналистики в КРСУ, А два года назад я работала в Балажане, вела кружок по журналистике. Сама я, честно говоря, инженер-строитель и журналистом я стала 16 лет назад. Это у меня следующее еще образование. И вот что я удивилась вообще, честно говоря, я сама не заканчиваю факультет журналистики, но я поразилась, насколько вот эти, которые приходят студент, им ничего не надо. Знаете, что они мне говорят? Я говорю, а что за безграмотность? Вот просто вот как-то нужно законодательно это, мне кажется, все вообще проверить. Зачем столько выпускают журналистов? Я не понимаю. Они же ничего не умеют. Я вот инженер, я больше умею, хотя я не как журналист, я должна у вас учиться, я их должна учить. Смотрите, я сижу на кафедре, сидят какие-то эти профессора, кандидаты в КРСУ. А чего они говорят? У них календарно-тематические планы, оторванные от жизни вообще. Они не преподают, никуда не ходят, ничего не отслеживают. Они написали, сидят там, что-то каждый в интернете руется. А, проголосовать? Да. Нет, я понаблюдала, ужас. Потом им говорят, выкладывайте лекции онлайн. Они говорят, а как выкладывать лекции? А что для этого? А куда? Ой, сходите вон там в тех отдел, вам сделают. Они пошли, какие-то лекции 100-летней давности времен очагового покорения Крыма выложили. Теперь я захожу в аудиторию и спрашиваю просто тех будущих журналистов, которые должны быть носителем информации, защита государства. Они сидят, руются в интернете. И здравствуйте, ребята, ля-ля-ля. Они, ой, здрасте, опять в интернете сидят. Я говорю, что-то им объясняю. Почему, говорю, так безграмотно? Почему все время мат? Почему вы так вот любите какие-то вот новости с матом? Они говорят, Елена Викторовна, а это сейчас модно. Чем больше матов, тем больше лайков. А в Инстаграме, да вы вообще устарели. Вот вам сколько лет? Я говорю, мне 65-й год. Они говорят, ну, конечно, вы же не понимаете, вы же старого поколения. Ну, вы еще более-менее продвинутые, мы вам скажем. Да вообще вот ваше образование не нужно. Сейчас надо, чтобы лайки, чтобы были жареные факты. Пока разберутся, мы лайков набьем, и мы уже будем на высоте, мы начнем зарабатывать. Вы понимаете? То есть я хочу сказать, что меня лично это очень волнует. Потому что я поработала в Балажане, я сама оттуда ушла. Потом Ислам Джолдушев пришел со мной, работал, тоже ушел. В такую ситуацию работать невозможно. Руководство никуда не смотрит. Главное слово Балажан, оно светится. Негатива не должно быть. Тот же самый КРСУ, вот я столкнулась. И другие, также ВУЗы. Мы можем поставить какой-то вопрос. Надо же проверить эти планы. Нужно проверить, как работает. И зачем нужно столько выпускников? Нужно лучше качество и поменьше. Но нельзя, кто во что гораст. Потому что мы получаем тот самый продукт, о котором вы говорите. Пять лет учи его, и не факт, что он станет журналистом. Он и будет бегать туда-сюда. А аналитиков журналистов, так вообще днем с огнем не сыщешь. Потому что нужно головой работать. Что-то сравнить, за ту же мизерную зарплату. Тут надо как-то вот менять. Во-первых, какая журналистика? Сколько на одну статью? Вы знаете, за границей в Таймс работала когда? Они там за одну статью, за аналитическую, в тысячах долларов платят. А минимальная статья у них... Вот я работала, у меня состав были иностранцы, переводчица моя была, она была, она из Англии. Так она, вы знаете, она получила 3 тысячи долларов зарплату в месяц. А я получила 3 тысячи сумм, потому что гражданка Кыргызстана. А это же неправильно так у нас. А у нас вот эта вот градация, она существует. Конечно, никто не захочет, думаю, а, написал там и побежал там по своим делам шабашку делать, понимаете? Вот я этот вопрос просто хочу, обращаюсь, ну как-то нужно поднимать. Да, согласна. Спасибо большое. Мы, наверное, вышли из всех наших имеющихся времени, да, из графика выбились, наверное. Я хочу слово предоставить Алмазу Исманову, ваш коллега. Очень опытный, за что я люблю Алмаза, за то, что он...